В Самаре произошел пожар в корпусе Госуниверситета на Потапово 64. Как уточнили в Главном управлении МЧС по Самарской области, на втором этаже в аудитории горело напольное покрытие на площади 5 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек. В 10.27 горение ликвидировали. На месте работали 82 специалиста и 25 единиц техники. Самарские врачи устранили патологию сердца без открытой операции. У пациента наблюдалось нарушение функции главного сердечного клапана. Через него левый желудочек выбрасывает кровь, которая питает мозг. Раньше такой порог устраняли только с помощью операции на открытом сердце. Сейчас пациентам вводят клапан с помощью системы доставки, а затем расширяют специальным баллоном, и он встает на место старого, рассказали специалисты. Само вмешательство занимает порядка двух часов, а имплантация – 10-15 секунд. Кардиохирурги выполнили уже 10 таких операций по полису ОМС. Вячеслав Федорищев сообщил в Телеграм-канале, что провел заседание Президиума комиссии Госсовета по направлению промышленность. Главная задача – определить стратегические направления, которые станут основой работы комиссии на ближайшую перспективу. Приоритетные вопросы – дефицит кадров, снижение ввозных пошлин на комплектующие и повышение ввозных пошлин на готовые изделия. Совершенствование механизма обседных контрактов, направление средств на возврат инфраструктурного бюджетного кредита в виде субсидий промышленным предприятиям, которые приобретают служебное жилье для работников, совершенствование промышленной инфраструктуры и многое другое. Нужно выстроить системный подход. Самарская область вечером накроет магнитное буря. Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии, геомагнитный шторм начнется в 18 часов 6 ноября и достигнет своего пика к 12 ночи, а закончится вечером 7 ноября. В эти дни возможно ухудшение физического состояния. Главная боль – слабость, снижение концентрации внимания и работоспособности, сонливость. В Министерстве просвещения Российской Федерации планируют за 2-3 года разработать государственные учебники по русскому языку. Всего подготовить 19 вариантов книг нового образца. Ранее президент страны Владимир Путин поддержал эту идею и подчеркнул, что необходимо сверстать содержание так, чтобы оно было сбалансированным и взаимосвязанным. Как отметили в Министерстве, новые учебники будут стоить гораздо меньше, чем другие на рынке. Президент Владимир Путин поддержал идею проведения в России года Есенина. Об этом стало известно в ходе Совета по поддержке русского языка и других языков народов Российской Федерации. Президент заявил, что это очень хорошее предложение. Напомним, с такой инициативой главе государства обратился актер театра и кино Сергей Безруков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин